Друзья, проверим вот эту лопатку, порубим ее на льду, взял ее в вазоне за какие-то там 850 рублей. Коминтерновская лопатка, есть лопатка не штыковая, ровная, Аника делает лопатки, есть штампованные советские, там 84 года с елочками, но она гнется тоненько, а здесь металл порядка 2,5 миллиметра, достаточно толстая, все штамповка, то есть эта деталь отштампована под прессом, выпил на рукоятке, под металлическую вот эту всю фурнитуру заклепки стоят, кольцо фиксирующее, деревяшка, я так посмотрел, идет практически, ну, если не до конца, то уже заходит глубоко туда, штамповка внешне самого штыка и приклепана на пяти клепках, вот видно, что это штамповка, тяжелым прессом нагруженным, тут вот следы затиров, то есть это не сварной шов, вот покрашена лопаткой такой краской антивандальной, не знаю как называется, и сама лопата, скорее всего, не галтованная, а, как называется, ну, когда в чан с абразивными камнями бросают, они там крутятся, чтобы поверхность была достаточно гладкая, обработанная, равномерно со всех сторон, и не было заточки, заточка по внутренней кромке была, по внутренней части лопаты, это внешняя, это вот внутренняя, вот, просто фальш-лезвия такие были сделаны, но тупая, я немножко подточил с этой стороны, угол где-то порядка 60, может быть, 55 градусов примерно ориентировочно, ну, не очень острая, посмотрим, как она по ригу работает, а, можно огонь раздувать, то есть она достаточно хорошо махать ей, жарить яичницу можно, но тогда металл, если хороший металл, допустим, закаленный, 65 г, там сталь, здесь, скорее всего, какая-то обычная столюга стоит, не уверен, что какая-то инструментальная, хотя может быть, вот, лопаткой можно огонь раздувать, что еще можно, яичницу на ней пожарить, ну, угли поставил, пожарить яичницу, что еще можно делать, что-то рубануть, порубить, даже приготовить пищу можно, то есть если кромка хорошо заточена, что-то нашинковать, подстрогать можно даже что-то, если заточена хорошо, ну, и рубить, естественно, тоже, а основная функция ее копать, ну-ка, давайте попробуем, так чуть-чуть откидаем, а, можно еще гриппсти, если какое-нибудь плавсредство, то есть лопатка такая, достаточно универсальная штука, так, ну что, давайте вот здесь, я надеюсь, там видно будет, немножко порубим, рублю я всей кромкой, не, 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 не только одной этой частью, потому что она все-таки пружинит, и здесь есть некий изгиб, то есть лопата, то есть, видимо, производство такое, что ее невозможно сделать ровной, она все равно будет давать изгиб, вот, то есть, некий изгиб есть, если другие лопата крайне относительно ровные, то это с изгибом, но зато копать хорошо, вот, здесь работать как кишней можно, но не так удобно, конечно, как специальному инструменту, поэтому я рублю всей, всей этой частью, ну, лед глубокий, порядка, наверное, уже 15 сантиметров, проруб, да, лопатку пружинит, ну, в общем, рубить можно, рубить можно, лед очень толстый, лед толстый, вот происходит намерзание, ну, кстати, вот эта краска, с нее очень лед прям пластами хорошо слезает, это видно, вот он намерзает тут же, видите, и на ней замерзает, и хорошо очень отходит, удивительно, будет ли это покрытие стойки, влаг какой-то, ну, вот, ну, вот, снег, лед очищается вот сразу, как антипригарное покрытие, лопату, конечно, крутит, это надо понимать, держать удобнее вот за эту вот часть, где клепка, вот как лезть, показываю, как лезть все, вот, метать любителям, не знаю, будет ли она хорошо лететь, потому что у нее изгиб, как она будет приходить, я не знаю, вот, солнце заходит, переворачиваю, то есть мне надо посмотреть, как она насажена, так, легкий скрип есть, но ничего не расшатывается, ничего не расшатывается, сейчас я покажу, что он тут нарубил, до воды дорубились, все, до воды дорубились, что и требовало доказать, до воды дорубились, вот, пожалуйста, толщина льда порядка 15 сантиметров, вот, видите, на пол штыка даже больше, так что, в принципе, да, лед рубит нормально, ничего не разболталось, не расшаталось, но нарубку, хотя это не функция лопаты, но, тем не менее, проверим, как она справляется, да, хорошо рубит, я потом покажу, с учетом, что здесь подсороженая, лопату кидает, сразу говорю, она отпрыгивает, поэтому осторожней, чтобы ее не вылетело никуда, вот она, видите, как рикошетит, пружинит, какая-то сталь, но это мороз, минус 13, надо учитывать, и лопата, это не рубящий инструмент, лопатой копают, значит, смотрите, рубить лучше всего изогнутой частью вниз, она не будет вот так вот вылетать, а в ту сторону, соответственно, сюда надо переворачивать, ну и от заточки будет зависеть тоже, как заточите, вот она вот так вот вылетает, поэтому осторожней с рубкой, это нее функция, но тем не менее, прочность проверили, ничего не расшаталось, сейчас покажу непосредственно, еще бы не пнуть куда-нибудь, но, смотрите, сухой сучок, уже замерзший достаточно, ну, практически с маха отрубил, толщина сучка практически два пальца здесь, вот, то есть достаточно крупный, с учетом, что сейчас дерево, как камень, тем не менее, она хорошо, вот видите, как нарубила, то же самое, то есть что-то подрубить, какое-то тонкое деревце, с палец чуть толще, она в состоянии, но рубить не будем, сейчас живи деревья, в общем, вот так, каких-то явных деформаций я здесь не обнаружил, ну, заточка, понятное дело, не пострадала, какой бы ни был металл, но дерево не в состоянии, его там, деформации нет, ничего не расклепалось от таких жестких ударов, что говорит о том, что в принципе металл достойный, 50 сантиметров длина ее, вот такое покрытие, так, ну, метать не получится, скорее всего, я не знаю, вряд ли я метну ее, потому что если я ее метну, она уйдет в снег, я могу ее потом месяц тут искать, или до весны, поэтому я попробовал, вот это рыхлое гнилое дерево, 3 метра высотой, уже сгнившее, в струху, можно просто порубить, посмотреть, как она вообще себя ведет, такой достаточно, знаете, вязкий материал, ну, это для летателей, будет интересно посмотреть, как лопата себя ведет, хоть и в центр попасть, ну, вот она, на уровне лица осторожней, потому что может прикашить, ну, и заодно проверим прочность, дальше метнуть большой соблазн, ну, давайте я так вот, с метра, это не метатель, конечно, но просто посмотреть, что у лопаты есть, ну, нормально, нормально, вот он на сколько заходит, лопата достойная, действительно, спасибо, кто делал ее, кто ее производит, молодцы, одним словом, за такую цену, просто шикарно, все очень прочно, все, ничего не сломалось, шикарная лопата, производители просто молодцы, шикарная лопата, шикарная лопата, шикарная лопата, шикарная лопата, шикарная лопата,